Суровая машина законотворчества продолжает хустреть паровозом по кошелькам честных тружеников. Я буквально сегодня, перед тем, как встретиться с вами, можно считать почти в стенах этой студии, подписал поручение о том, что акты Союза СССР и Российской Федеративной Социалистической Республики должны прекратить свое действие до конца этого года, ну точнее с 1 января следующего года. Ну что, родонарод, погнали нахуй! Почему до этого дошли руки только сейчас? Как именно советские нормативы вредят экономике? То есть время идет, прогресс наступает, и потому надо поднять пенсионный возраст и сократить рабочую неделю. Отдыхать 3 дня лучше, чем 2, появится возможность лишний раз съездить на шашлыки, провести время с друзьями и близкими. И я поняла, что многие из нас, к сожалению, пока не понимают экономических последствий, к которым может привести 4-х дневка. Сколько может потребоваться времени, чтобы заменить все эти нормативы? Когда в правительстве говорят о сокращении продолжительности рабочей недели, апеллируют к роботизации и к постепенному замещению человеческого труда автоматизированным. Но если мы с вами посмотрим на рейтинг стран по уровню роботизации, то увидим, что там из 27 стран Россия занимает 26-е. После нас находится только Индия. Приведет ли это к снижению числа требований к бизнесу и в конечном счете к его развитию? Окей, давайте представим, что 4-х дневную рабочую неделю в России все-таки принимают. Какие варианты развития событий есть и кто за это заплатит? Но представим, что компания раньше производила 100 единиц продукции. Теперь она будет производить 80, потому что, соответственно, на один день рабочая неделя сократилась, а производительность труда сама по себе без каких-то дополнительных усилий не вырастет. В результате получается, что доходы компании падают, а расходы остаются на прежнем уровне. Падает общая прибыльность. Если маржа этого бизнеса не была заоблачной, то компания, скорее всего, обанкротится и уйдет с рынка. Поможет ли это снизить нагрузку на бизнес и перестать тормозить экономику? Хорошо, второй вариант. Если бизнес все-таки хочет остаться на плаву, то он будет вынужден переходить к сокращению издержек. Ак минимум на 20%. Ну и третий вариант развития событий. Если бизнес не хочет сокращать издержки и, в общем-то, собирается работать так, как он работал дальше. То при условии, что на 20% падает его производительность, то для того, чтобы окупить все это развлечение, бизнес будет делать что? Понятное дело, повышать цены на свою продукцию и на свои услуги. Не отразится ли отрицательно на населении? К примеру, отмена акта о 8-часовом рабочем дне не открывает возможности к его увлечению? И никакая трудовая инспекция даже в теории помочь не сможет. Мало кто обратил внимание, но вообще-то там норма о 8-часовом рабочем дне отменяется. К чему это приведет? Вполне логично, друзья. Это приведет к росту инфляции на 20% соответственно. Поэтому здесь не нужно удивляться, что после того, как Россия перейдет на 4-дневную рабочую неделю, мы неожиданно обнаружим, что цены на все товары и услуги выросли на 20%. Вы понимаете, что это такое? Работодатели давно требуют права увеличить рабочий день до бесконечности. Пенсии, социальное обеспечение – все это тормозит бизнес, заставляет его нести лишние расходы. Как и все эти отпуски, декреты, больничные. Хотели 3 выходных? Получите 7! Ну и что, что кушать нечего? Не вписались в рынок, ничего не поделаешь. Тихонечко умирайте. Повышение налога на добавленную стоимость. НДС с 18% до 20%. Повышение пенсионного возраста. Этот закон был принят в первом чтении, в величении государственной пошлины за выдачу заграничных паспортов и водительских удостоверений нового поколения. Законопроект, который позволяет создавать отдельные курортные базы для российских судей. Закон о злоупотреблении правом на митинги тоже был принят в первом чтении. Одобрили сбор с народа за любые покупки в зарубежных интернет-магазинах. Теперь позволено регистрировать мигрантов в нежилых помещениях. Акты Союза СССР и Российской Федеративно-Социалистической Республики должны прекратить свое действие до конца этого года. Ну, точнее, с 1 января следующего года. Это какой-то позор. Прошу вас отнестись к этому с пониманием. Че не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия! Как вы это любите! КОНЕЦ КОНЕЦ